Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами работать на карте Владимировка. И на прошлом стриме мы убрали с вами наше второе поле. Наши 10 гектар, трудом и потом, вместе с Иваном мы его убрали. И вы спросите, откуда у нас 45 тысяч? Оттуда, друзья, оттуда. Но на самом деле мы выполнили контракт. Помните, на 13 поле у нас был контракт на пахоту. И мы его удачно выполнили. И получили 40 с чем-то там тысяч. И у нас сегодня 1 сентября. Да, кто в школу, кто на работу, кто работает на полях. Так, и у нас есть, друзья, с вами наш огородник. Который мы тоже убрали. Вот он, достаточно маленький огородик. На котором тоже соломка. И ЮМЗ. Вот он. Я сюда его поставил. Вот, мне кажется, он здесь будет смотреться... Ну, под навесом ЮМЗ, конечно. Так, не будем тратить время на простую болтовню. Поехали. У нас есть с вами, друзья, 45 тысяч. И нам нужен, собственно говоря, тюковщик. Вот, нам нужно затюковать второе поле. Вот. Я склоняюсь, друзья, все же к вот этому тюковщику. Объясню почему. Так как, смотрите, они одинаковые по цене. Во всем они одинаковые. Нет, не во всем. Здесь 20 километров, а здесь 12. Вот. Но, в этом тюковщике максимальный размер тюка 150 сантиметров. А здесь 125 через 180. То есть, здесь можно менять размер тюка. Вот. И это очень радует. Так что, давайте, друзья, мы делаем наш тюковщик с вами зеленый. Полностью делаем мы его зеленым. Зеленый. Вот такой у нас будет тюковщик. Зеленого цвета. Да. Так, облицовки тоже зеленый. И покупаем его. Приобрести за 5000. Да. Вот. В любом случае, тратить деньги на аренду мы не будем. Так как, все равно нам тюковщик нужен. И, друзья, я думаю купить еще один трактор. Так, здесь у нас 60 лошадок. Давайте. Давайте пойдем посмотрим на наш тюковщик. Так. Извиняюсь, что опять же немножко подлагивает карта. Это оптимизация самой карты. Так, давайте сейчас узрим, так скажем, наш тюковщик. Так, извиняюсь. И будем думать над тракторами. Я склоняюсь к трактору МТЗ. Есть. Так, я склоняюсь к трактору МТЗ, друзья. Вот. Так как... Ну, ЮНЗ, конечно, он хорош, да. Но он слабоват. Вот он. Вот он наш тюковщик. Осторожно, опасная зона. ПРФ-180. Так, и к нему же я же хочу трактор купить. Так, давайте смотреть, что мы можем купить с вами за трактор. Значит, по малым тракторам МТЗ-80. Так, ну, нас это не интересует. Вот. За 10 тысяч можно, в принципе, вот такое МТЗ приобрести. Но, я думаю, раз у нас 40 тысяч, может что-то подороже взять, а? 25 тысяч, вот, кстати. Ну, 12 тысяч, кстати, друзья, может быть, за 12 тысяч взять трактор, а? Смотрите. Неплохой МТЗ. Так, секунду. Так, извиняюсь, технические неполадки. Так, давайте смотреть, что насчёт, опять же, я сказал, МТЗ. Я склоняюсь к вот этим вот всем МТЗ, которые за 12 тысяч. Так как у них 105 лошадок. Ну, и они прикольные, друзья. Вот, я склоняюсь, я думаю, что к вот этому вот МТЗ. Красавец. Так, какой ещё можем на МТЗ? Так, ну, вот эти все МТЗ, конечно. Вот. Ибо вот этот вот ещё можно, да? О! Вот, но они ничем не отличаются, друзья, эти МТЗ. Так, я думаю, давайте брать вот этот МТЗ. Модификация. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Так, ну, можно такую взять, да, я согласен. Так, выбор. Трогаем дополнительные грузы. Сзади и спереди. Я поставил, если честно, только спереди. Так, это... Давайте новый образец поставим. Лестница с двух сторон. Крепление стандарт. А, можно ещё вот так. Нет, оставим мы крепление стандартное. Так, крепление оставим мы стандартное. Дальше. Крышка и кондиционер. Ну, как же без кондиционера, естественно. Кондиционер 2. Так, поставим вот такой. Глушитель. Серый. Серый короткий. Стандарт, пускай будет. Да, как много всего настроек. Так. Друзья, у нас уже тракта выходит 37 тысяч. Представляете? Так, давайте мы без всяких модификаций возьмём просто обычный тракт. Да, без всяких вот это вот модификаций. Вот, как есть, так есть. Только... 31 тысяча. Это из-за конфигурации, да, я так полагаю. 33 тысячи. Так, ладно. Вот он. Вариант за 12 тысяч. Да, вот они варианты. За 12 тысяч. Ну вот, друзья, в принципе. Я думаю, давайте этот МТЗ возьмём. Вот. Этот или же этот. Слушайте, ну этот более красивее. Так, Иван, едь, забирай, так скажем, тюковщик. Вот. А, вернее, не тюковщик. Давай мы волковую жатку. Точно. Так, волковые жатки. Так, давайте приобретём за тысячу, как бы. Она нам всё равно нужна, так что... За тысячу. Вот. Едь в магазин, бери волковую жатку и собирай волок. Я к тебе приеду на МТЗ. Так, хорошо. Давайте мы тогда... Останавливаемся, короче, я так понимаю, на вот этих вот МТЗ. Так, выбор колёс. Стандарт. Так. Крепление. 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 А, у нас будет типа подфронтальный погрузчик, да? Давайте сделаем трактор подфронтальный погрузчик ещё. Так. Или вот этот давайте, да? У него противовес есть. Крепление. 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 Какой у нас... Какой же МТЗ нам взять? Так. Сделать управляющим. Да. Всё. Вот эти приуправляющей фермой. Так. Давайте, друзья, короче, покупаем МТЗ. Вот этот вот. А ты перевернулся, да? Так, берём вот этот МТЗ. Крепление. Крепление. Так. Хорошо. Поехали. Так, всё хорошо, пока Иван там будет заниматься волками, мы поедем, друзья, с вами на наш участок и начнём тюковать на нашем маленьком. Так, да, правильно, правильно. Нет, правильно мы сделали, что взяли трактор с фронтальным погрузчиком, креплением. Всё, едем. Вот, мчимся. Пока Иван там будет работать у нас, мы мчимся с вами туда. Вот, так же у нас, друзья, остаётся с вами 24 тысячи на всё про всё. Вот, и у нас ещё нет теелки, нам нужно будет ещё теелки купить. Нам нужно будет ещё купить теелку. Вот, и, друзья, я думаю, мы в следующей серии с вами, или же на стриме, займёмся протравителем зерна. Вот, там нужны пестициды. Так, где-то здесь у нас поворот. Вот здесь. Да, да. Так, отлично. Так, размер тюка 125 сантиметров, но я думаю, нам сюда больше её не нужно. Так, а мы можем даже здесь навеску регулировать, да? Так, хорошо, поехали. Так, тюки идут. Так, тюки идут. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, от размещения. Так, нам же надо будет Чем-то и собирать эти все тюки, друзья Я думаю, мы возьмем Прицеп как-то подборщиком А, имеешь в виду фронтальный подборщиком? А, ну, можно завтрашивать Вот, нужен на фронтальной погрузчике Вот, только нужен будет противовес К трактору, но это не проблема Ну, вот такие они маленькие пучки Так Так, все, и может быть потом это поле Пахар запахнет Вот, и знаете, друзья, что Я думаю, мы еще купим с вами курей Вот сейчас пойдем купим курей, курей Пахару 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 Поле маленькое Поэтому приходится вот так вот изворачиваться Так 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 Хорошо Хорошо Отлично Отлично Давайте теперь мы все же купим с вами Животных Курей В смысле Так Где тут курица Так Возьмем уже, я думаю, что взрослых курей, да Выбрать Сколько мы их можем? 30 Давайте 10 Так Давайте 10 Так Давайте Так А в общем Можно даже и больше взять Петуха Возьмем Одного Петуха Петуха Так Ну и еще Курица Я думаю Молодых, да Возьмем Или уже постарше возьмем Так Возьмем уже постарше Купить, да Так, отлично Итого Им сейчас Нужно будет еще Привезти корм Да Иван, я сейчас К тебе Приеду Ну и я узле Поле Тюкорчик поставлю Тюкорчик Давайте мы сразу Выставим самые Большие тюки Так Размер Тюкорчик Сантиметров У нас будет Вот Я сейчас Еду к Ивану Ставлю тюковчик И поеду За прицепом Чтобы насыпать Немножко Курицам есть Так Как-то стрёмно Это МТЗ Себя ведет На поворотах На поворотах МТЗ наш Так Вот Первая наша Серьезная техника Вот Пустую Пустую денежку Мы тратить Так скажем Не будем Так как Нам Еще деньги Нужны Так А я немножко Не туда Поехали Да Поехали Вот Сюда Надо Так Иван А сгоняешь Перецепить сейчас Тюковщик Вот Просто мне Чтоб тысячу раз Не мотаться Туда-сюда Вот Пригонить Тюковщик На это На поле Я пока что Поеду А ну Хорошо Я значит тогда Сразу куром Завезу А потом уже Так Давайте подцепим наш прицеп Завезем курицами еды Вот Я надеюсь Что им без разницы Очищенное Там Не очищенное Ух 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 Давайте засыпаем Ух 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 Так Очищенное Так Это очищенное Оно на мазе Нет Она возле магазина Ух 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 Так А как загрузить то зерно Друзья Вот Это интересно Как загрузить неочищенное зерно Или его нужно в любом случае только очищать Ух 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 м на него там заедете там подбудут доход за этот год подобраться а не там нет там нету так я попробую знаешь еще как попробуем да вот он вам ума так что у нас будет еще очищать я уже думал что в любом случае за рулем надо быть очищать так что едем вот и того у нас будут уже с вами яйца куриные яйца круто так конечно можно купить производство я там видел за 10 тысяч вроде мельницы или за 20 с чем то но у нас всего 23 тысячи так едем потихоньку едем и кстати а там что там у нас тоже какой то дом что ли пожарная часть что ли так скорее всего или сельсовет или пожарная часть не знаю что это такое за дом кх-кх-кх кх-кх так поехали я надеюсь 5 тонн хватит так стоять вот мы с вами будем собирать вот эти все старые зилы трактора извиняюсь вот дай бог накопить на свой первый царковаз так только я немножко не туда поехал в доме до дару дару Вот, хотя можно вроде договориться с знакомым здесь, знакомым Сидоровича, и как бы пёс гуляет. Так, а я не понял, где наш дом? Вот это вот мне так нравится высматривать свой дом. Вот он наш дом. Нет, я пока что тресл. Пока что. Но вот когда купим свою технику, камазы, дроны, то, конечно, тут любой сопьётся. Так. Так, отлично. Теперь, как мне отсюда выехать, вопрос. Заехать-то я заехал, а вот выехать. Так. Так, скину. Вот сейчас. Скуну. Вот сейчас, кому будет. Так, нели бы ручно. Так, ну что, друзья, я на этом буду предлагать заканчивать. Вот, встретимся с вами на трене. Вот, будем уже работать в прямом эфире здесь, на втором поле. Я думаю, прицеп поставить где-то там, а что-то далеко не нотаться. Всё-таки 750 уровней, наверное, не хватит. Так что, давайте мы прицепчик быстро сгоняем и отвезём. На мусле поле поставим. Там уже через соседний двор даже. Я надеюсь, нас сосед не ругает. Так, вот сюда я потом прицепчик загоню. Вот наш плуг, которым мы будем работать. Ну что, друзья, благодарю всех за внимание. Вот, Иван, иди пока, наверное, отвези всё же этот прицеп на базу и высыпь зерну. Прокатись на моём МТЗ. Поехал. А на этом, друзья, всё. Всем огромное спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. До новых встреч.